Всем привет! На линии Григорий Комов. И наконец-то я добрался до обзора коллекции. Хотел сказать распаковка, но, знаешь, люди потом опять будут меня поправлять, что это не распаковка. Это обзор коллекции. Коллекции на Nintendo Switch. Давно я к этому готовился. Было очень много просьб с вашей стороны, дорогие мои друзья. Ну что ж, наконец-то время пришло. Я хотел распаковывать сразу по 3, по 4, по 5 букв, как это было с прошлыми консолями. Там с PlayStation 2, Xbox, Original. Но, во-первых, игр довольно-таки много. Больше, чем мне казалось. А во-вторых, YouTube, как вы знаете, умирает и дергается в конвульсиях сейчас. И загружать продолжительные ролики на площадку очень-очень затруднительно. Поэтому этот видос сначала выходит на Рутюб. И через 2-3 дня как раз загрузится. Там пройдет все проверки. Ну, он появится на YouTube. Мы будем работать с YouTube, пока он функционирует. Пока еще как-то шевелится. Ну, а как перестанет шевелиться, ну да и хрен с ним. Те, кому интересно мое блогерское творчество, так назовем его, перейдут на ту площадку, на которой буду обитать я. Ну, и со временем мы там наберем нужное количество единомышленников. Сегодня мы распакуем буквы A и B. Первые две буквы английского алфавита. Звучит немного, да, но на самом деле распаковывать достаточно. Будут интересные издания. Есть гигантское коробище, есть что-то Limited Run. Большинство картриджей я, конечно, скрывать не буду. Ну, потому что, как правило, там нет мануала. Там просто картинка и сама карточка, да, сам картридж. Но если издание какое-то интересное, пухлое, толстое, очевидно насыщенное всякими ништяками. Ну, конечно же, мы его парадно вскроем. Я сам посмотрю, что там. Я, как вы знаете, не заморачиваюсь на тему, там, силт, не силт. Вот, я немножко неправильный коллекционер. Потому что все, что я покупаю, я планирую однажды распаковать. И планирую в это поиграть. Ну, исключение составляет разве что, ну, прям совсем ценные вещи. Nintendo Switch консоль потрясающая. Купили мы ее на старте продаж. То есть, в 2017 году она вышла. Буквально через месяц уже была у меня. Причем купил я его у человека с Авито. Парень наигрался, что-то ему не понравилось. И он продавал за очень вкусную цену. Nintendo Switch порядка 15 игр уже тогда. Или 10, я уж не помню. Но самое главное, что там был Mario Odyssey, в который мы залипли всей семьей. Ну, про Mario Odyssey я скажу отдельно. Когда придет очередь буквы M. Консоль я эту очень люблю. Она особенная. Она вне конкуренции. Скажем так, не участвует в этой постоянной консольной гонке. Пусть сейчас эта гонка все равно условная. Но, тем не менее, какая-никакая гонка есть. И Switch не участвует. Switch давно уже всех уиграла. Это как, я не знаю, соревнуются машины бизнес-класса. Кто быстрее наберет 100 км в час, кто дальше проедет и так далее. А есть странная неведомая летающая херня. Вот такая вот на мониторе у меня нарисованная. Она, может быть, по каким-то своим техническим параметрам проигрывает. Ну, это так и есть. Но у нее есть неповторимый шарм. Неповторимая какая-то своя фишечка. И по продажам, надо сказать, она делает обоих своих конкурентов. Вот так-то. Ну, игры, конечно, там специфические. То, что делает сама Nintendo, это все такое юзер-френдли, фэмили-лайк. Да, такое добренькое. Единорожно-радужное. Ну, радужное в хорошем смысле слова. Без всяких там вот этих вот новомодных течений, запрещенных в нашей замечательной стране. Давайте распаковывать. Очень долгое вступление получилось. Но я его почикаю, порежу и все будет очень-очень здорово. Погнали! Заходим с козырей. Обзу. Вот такая вот штука. Игруха потрясающая. Супер-Рар издание. Это такой экшн-платформер, наверное, можно так это назвать. От третьего лица. Про подводный мир. Очень мне понравилось. Мы с сыном прошли. Был период, когда у меня старший сын увлекался подводным миром. Там, обитателями, Марианской впадины. Вот это все. Там, какие рыбы бывают страшные, ужасные. Ну, конечно, когда он увидел эту игру, это прямо для него была магия. Сам он не играл. Он, по большей части, смотрел, как играю я. Но впечатление эта игра оставила крайне положительное. Она красивая. Она очень стильная. Вот с точки зрения каких-то дизайнерских моментов. На самом деле, это такой, я бы сказал, journey-стайл игра. Неторопливое медитативное прохождение. Наслаждение глубинными подводными красотами. Какие-то рыбы, киты. На белую акулу можно залезть на ней покататься. Там, блин, чего только нету. И все это под потрясающую амбиентальную музыку. Очень яркие краски. Какие-то вот головоломки приходится решать. Но они, как правило, несложные. И интуитивно можно понять, что от тебя хочет игра. Хотя текста и нарратива, как такового, в абзу нету. Все на ощупь. Мы играем за дайвера. Просыпаемся в каком-то постапокалиптичном мире. Какие-то древние механизмы. Ну, в общем, как я и сказал, journey-стайл. Если хотите провести время с душой, насладиться игрой. Не в смысле спинно-мозговом. На реакцию куда-то прыгнуть. Где-то что-то зацепить, успеть. А именно в таком неторопливом течении подводном. Вы постоянно находитесь. Вы плывете. Вы решаете головоломку. Можете не решать. Можете поплыть куда-то еще. Посмотреть. Собрать какие-нибудь бонусы. Полюбоваться рыбками. Полюбоваться растениями. Блин, потрясающе. Обзу. Игра великолепная. Давайте распакуем. Посмотрим, что там внутри. Обзу. Красочный рукав. Приятно смотреть. Приятно держать в руках. Здесь у нас, внимание, мануал. Причем он такой миниатюрный. Но очень стильный и прикольный. Да, вот тут вот эти все подводные дела. Блин, захотелось поиграть. Игрушка ведь на самом деле потрясающая. Очень красивая. Очень расслабляющая. В такое полезно играть для души. Не напрягаясь. Это такое путешествие. Ну, Джорни. На самом деле Джорни стайл. Только больше, лучше, красочнее, современнее. Ну и прикольнее по всем параметрам. Хотя Джорни я тоже люблю. Ну и стилбук. Стилбук вот такой. Ну, тут ничего. Просто стилбук. Красивый. Фактурный. То есть, вот эти все рисуночки, объекты выпирают. Вот такое вот издание. Очень и очень хорошее. Я рад, что являюсь счастливым обладателем. Наверное, кто-то не понимает, зачем я все это вскрываю. Ведь это убавляет стоимость. Вы знаете, я верю, что не наступят те времена, когда придется мне это продавать. И мой внутренний ребенок будет радоваться тому, что у меня вот это чудо есть. Погнали дальше. Семейка Адамс. Игра по известной франшизе и мультике, и фильмы. Но причем это по современному мультику, который мне решительно не понравился. Мне кажется, там вся магия Тима Бертона была растеряна. Ну, плюс как-то вот стиль изобразительный. Вот что-то не так, короче. Что-то не так. Фильм мне нравился в детстве очень. Обе части. Особенно первая. Хотя и вторая тоже прикольная. Дядюшка Фестер. Блин, прекрасный просто персонаж. Очень колоритный. Игра The Addams Family Mansion Mayhem. Это трехмерный платформер приключенческий. Довольно-таки прикольный. Я в него немного поиграл, забросил. Игра мне показалась достаточно пустой. Здесь мы можем играть за всех главных членов семьи. За Мартишу Адамса, за Гомеса, за меланхоличный Уэнздей, ну и за ее бешеного брата Паксли. У каждого свои уникальные умения. Мы бегаем по локациям, решаем головоломки. Ну, прикольно на самом деле. Если вы фанат серии, наверное, вам эту игру заиметь обязательно. Тем более здесь можно играть по сети вчетвером. То есть одновременно. В этом есть свой прикол. Но, не знаю, я поиграл часик. Правда, играл не на Switch, а играл на PlayStation 4. Ну и что-то стало как-то однообразно, скучно. Ну, это такая вот прям игра по мультику. Неплохая игра. Добротный-добротный середняк. На полку поставить приятно, иметь в коллекции полезно. Но так, чтобы играть, там как-то заморачиваться, я бы, наверное, не стал. Посмотрим. Adam's Family. Mansion Made. Вот такие игры нечастые гости на консолях, в принципе. Advance Wars 1 и 2. Reboot Camp. Advance Wars это классическая стратегия, причем пошаговая. Выходила она на Game Boy Advance в далеком 2001 году. Потом было переиздание на Wii U. На этом издании представлен ремейк двух частей. Есть похожий современный аналог. Ну, я не играл, у меня сын играет. В игру называется Tabs. Там красные против синих, а здесь оранжевые против голубых. Ну, и тех, и других сейчас в нашей стране упоминать можно в разных контекстах. Вот. Ну, здесь буквально означает цвет. Оранжевая фракция и голубая фракция. Вот. И они друг против друга воюют. То есть мы строим боевые юниты, рассчитываем позиции, вырабатываем стратегии. Нападаем, атакуем. Ну, короче, побеждаем. Не знаю, буду ли я в такое играть. Хотя вот геймплей выглядит довольно-таки приятно. Но есть современные Total Accurate Battleground Strategy, которые, мне кажется, гораздо попродвинутее. Да, эта игра современная. А это все-таки 2001 год. Несмотря на то, что ремейк. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Может быть, однажды я ее запущу. Among the Sleep. Эту игру я прошел на выходе. На PlayStation 4 я в нее играл. Игра... Ну, мне как любителю хоррора игра очень и очень понравилась. Это серьезная, сложная драма. Семейная драма, обернутая в обложку фантик из хоррора. Как хоррор? Ну, это, опять же, симулятор ходьбы преимущественно. Но здесь есть один нюанс. Мы играем за ребенка. Буквально за малыша, который, ну, вот только-только научился ходить. Малыш спасает медвежонка, а за ним охотится монстр, от которого надо прятаться. Ну, как выясняется позже, монстр это сильно пьющая мама. Муж ее бросил, но ребенка оставила с матерью. И мама, мать по ночам для ребенка пролещается монстром. Потому что днем-то мама трезвая, нормальная. А ночью она глушит горе алкоголем. Ну, и, соответственно, видимо, причиняет какой-то вред ребенку. Ну, помимо психологического, я так понял, она еще и ударить может и так далее. То есть там степень ненависти довольно серьезная. Проблема жизненная, проблема актуальная. Если начинать копаться в этих вещах, становится очень грустно, что вообще такие ситуации случаются. Но, к сожалению, они случаются. Есть такие семьи, есть такие разбитые судьбы. Дети травмированные, у которых гораздо меньше шансов на успешную жизнь, на успешное будущее. Просто потому, что папа с мамой что-то там не поделили, не разобрались и так далее. А ребенку потом приходится за это отвечать так или иначе. Ну, я считаю некоторым вообще категорически запрещено иметь детей. Просто надо запретить. Но повезло многим, что не я решаю, не я принимаю законы. Я понимаю, что у нас сейчас убыль населения идет. Да, наоборот, государство со всех сторон кричит, плодитесь и размножайтесь. Мы вот вам даже деньги давать будем, что нетипично за последние лет 20-30. Но, тем не менее, некоторым все же это делать не надо. Некоторым лучше предохраняться. Ну, я отвлекся. Among the Sleep. Отличный хоррор. Отличная психологическая драма. Есть очень мрачные моменты. Особенно моменты раскрытия. Когда мы понимаем, о чем действительно эта история. Поиграть советую. Ну, готовьтесь, что придется потом немножко вот нести в себе этот осадок эмоциональный. И поразмыслить, как-то переварить в себе эту страшную историю. Она действительно страшная. Не из-за монстра, а из-за того... Не из-за мистического монстра, а из-за того, каким монстром может быть родная мать Among Us. Следующая игра похожа по названию, но совершенно другая по жанру, по смыслу, по настроению. Это, как детишки сейчас называют, Among Us. На самом деле Among Us. Среди нас. Это очень классная игра. Я бы, наверное, никогда в нее не стал играть и не узнал бы про ее существование. Если бы не мои дети, а среди детишек, эта игра очень-очень популярна. На самом деле, это такая вариация игры в мафию. Мы играем за милых человечков в скафандрах. Они разноцветные. Ну, там можно их всячески украшать. Какие-то костюмчики менять, шляпки вешать, питомцев к ним добавлять. Но это все такое. Все это косметика, как бы на геймплей это не сильно влияет. Они находятся на корабле космическом. Среди них есть убийца-предатель. Ну, и играют живые люди по сети. Вот. И ваша задача, если вы обычный человек, ну, то есть обычный космонавт, либо починить космический корабль, то есть решить головоломки на локации, либо вычислить убийцу. Вычислить убийцу, может, следующим образом. Вы всегда можете инициировать собрание общее и проголосовать. То есть, если вы стали свидетелем убийства, вы можете инициировать всеобщее собрание и проголосовать за то, чтобы конкретно вот этого персонажа выкинуть с корабля. Вот. И если вы избавляетесь от убийцы, ну, что ж, значит, ваша победа. Люди победили. Если же вы играете за убийцу, ну, что ж, убивайте тихо, не попадайтесь на глаза, прячьте улики. Ваша задача всех убить и устраивать всевозможные диверсии. Например, там что-то починили, а вы взяли и сломали дополнительно. Да, надо опять чинить. Ну, то есть, это усложняет победу нормальным людям, законопослушным. Но вы один, а их много. И вот тут уже надо быть очень-очень аккуратным и не попасться. Вроде бы ничего сложного. Графика примитивная, да? Ну, блин, играть интересно, особенно по сети. Вот когда у нас было три консоли, три Nintendo Switch'а, одну мой младший сын все же разбил окончательно и бесповоротно. Ну, это моя вина, нельзя маленькому ребенку, четырехлетнему давать подобные вещи. Он не очень осознает ценность. Ну, вот. И что ж, мы играли по сети, и это было офигенно, офигенно. Очень весело, очень смешно. Главное, не подсказывать. То есть, каждую свою консольку уперся. Вот. Если убийца, аккуратно там надо все это делать. Хорошая игра. Ну, у меня какое-то вот такое издание необычное. Видите, что-то с переливающимися картинками, как советские календарики. Я не знаю, вскрывать, не вскрывать. Ну, давайте вскроем, посмотрим, что бы нет. Здесь у нас Crewmate Edition, значит, коробка. И у нас здесь милые наклеечки. Вот такая вот карточка. Black. Черный. И тут что-то вот. То ли код, то ли хрен знает. Ну, пользуйтесь, мне не жалко. Игра и куча downloadable wallpapers. Наклеечки. С этими омонгусами, как детишки их называют, этими человечками. Видите, какие у них прикольные костюмы, милые. И дальше у нас гигантский плакат. Больше похожий на карту корабля. План корабля вот в такой минималистичной эстетике выполнен. Здесь ничего. И обычно на карте обозначены, где что, где какие головоломки решать. Ну, собственно, мы бегаем и решаем. Когда дело дойдет до распаковки игр для PlayStation 5, у меня там есть прям гигантская коробка. Молгус большая. Я не знаю, что там, но мы с вами обязательно посмотрим, вскроем. И сможем полюбоваться содержимым. Я не фанат этой игры, но считаю, что в коллекции иметь обязательно. Мы немножко с вами, поколение-то, ну, постарше. А детишки от этой игры неимоверно прутся. Но если хотите, если у вас есть дети, и вы хотите с ними взаимодействовать, игра Among Us это прям хорошая штука в этом плане. Тут и мультиплеер, и веселье. Ну и все-все такое. Погнали дальше. Парики-веща. Вот теперь за себе все. Animal Crossing New Horizon. Культовая серия для детишек на Nintendo. Я не знаю, сколько там игр выходило. Но много. Скрывать не буду. Видно и ощутимо, что издание обычное. То есть ничего не весят. Просто коробочка и картридж. Ну, это симулятор жизни на острове. Разные зверята там строят свое счастье. Строят свои дома. Занимаются рыбалкой, охотой. Всяческими полезными делами. Добычей ресурсов. У меня старший сын не играл. Но он тогда не очень хорошо читал. И ему сложновато было. Хотя она на русском. Но без озвучки. Только субтитры. Сейчас, наверное, стоит ему предложить поиграть. Может быть, ему и понравится. Потому что игра такая залипательная. Даже я вот с ним сидел время от времени. Говорю, дай-ка сюда геймпад. Дай-ка там потыкаю немножко. Какой-нибудь рыбалкой позанимаюсь. Давай здесь домик построим. Какую-нибудь миссию выполним. Очень милая игра. Очень няшная. Вот прям для детишек потрясающая. Не играл ни в одну из частей. Знаю, что Animal Crossing выходили, по-моему, на всех более-менее современных консолях Nintendo. Начиная там с Wii, если не еще раньше. Ну, вы, люди знающие, вы мне подскажете. Играл только в эту часть. И она офигенная. Для дома, для семьи. Для детишек. Для, опять же, для того, чтобы проводить время со своими детьми. Великолепно. Animal Kart Racer. Ну, во-первых, сразу вижу. No game card is included. То есть, картриджа внутри нет. Download code only. Только код загрузки. Скрывать не буду. Я ненавижу, когда Nintendo так делает. Когда продает просто коробочки без картриджа. Ну, это отвратительно, с моей точки зрения. Зачем они так делают? Бесит же игровое сообщество и коллекционеров. Не наносит себе репутационный урон. Ну, я понимаю, что если вы, например, хотите кому-то подарить. Ну, оно сразу в цене убавляется сильно. Потому что самой игры там нет. Ну, и как бы дарить коробочку. Там человек скачивает. Ну, может быть, вот в современности оно так и должно быть. Я хрен знает. Лично мне не нравится. Animal Kart Racer. Это очередной клон Mario Kart. Ну, только это не нинтендовский эксклюзив. Насколько я знаю, он на PlayStation тоже есть. Ну, то есть гоночки, разные животные катаются на машинках, прокачивают свои навыки вождения. Нам дают 16 зверушек на выбор. Енот, бобр, волк, акула, крокодил и так далее. У нас есть 20 трасс. Ну, всяческие препятствия, повороты, трамплины, сюрпризы. Разрушаемые объекты, рампы. Ну, в общем, вот мы там маневрируем, катаемся. Игра очень красочная, очень яркая, очень милая. Ну, я в такое играть не буду. Я думаю, дети уже в такое играть не будут. Потому что, ну, это совсем для малышей. Вот. Ну, прикольно. Поставлю с удовольствием на полку. Сразу две игры на одном картридже. Обе культовые, обе классические такие адвенчуры боевые. Another World и Flashback. В общем, Flashback сейчас вышла вторая часть. Я в нее так и не поиграл. Вроде такая культовая франшиза, странно. Ну, что-то не пресса игровая, никто ничего особо не пищит. Хотя Flashback в свое время был просто технологическим чудом. Даже как Another World. Вот я Another World очень хорошо помню. Я пришел к папе на работу. Это год, наверное, 1994. И у них там стояли компьютеры. 386 уже, по-моему. На тот момент мега мощные. И мне показалось, что там такая графика в этом Another World. Что там просто что-то запредельное. Запредельное, практически мультфильм. Я помню. Ну, я далеко пройти не мог. Она чертовски сложная. Она мне тогда казалась чертовски сложной. И вот недавно относительно я пытался с нее поиграть. Но она по-прежнему чертовски сложная. Играть мне практически невозможно. Они что Another World, что Flashback. Они от одной студии. Это, ну, как сказать. Ну, адвенчура. Да, но только с платформингом. С боевкой. С элементами метроидов они. То есть мы решаем головоломки. Возвращаемся обратно. Находим новые какие-то проходы. Вот. Передние и задние в них заходим. Вот. Ну, игра, на самом деле, очень известная. Я думаю, многие из вас знают, о чем я говорю. Переизданий уже было очень много. И в 2005-м, в 2013-м году выходили. Потом на iOS, на Android они выходили тоже. Надо играть, конечно. Потому что, может быть, на стриме мы с вами как-нибудь пройдем. У меня очень теплые воспоминания. Для меня эта игра, это был показатель какого-то вообще волшебства видеоигр в свое время. Я был еще ребенком. Я, когда это видел, у меня прям, ооо, какие игры бывают, оказывается. Там даже саундбластера еще тогда не было. То есть не было звуковой карты. Звук шел через PC-спикер. Там все пищало. Здесь там можно и оригинальную музыку послушать. Да, какие-то звуки более продвинутые. Ну, вообще, как бы игра прокачанная. Давайте посмотрим на внутренности. Она мне досталась уже вскрытой. Я ее у кого-то покупал. Лестер Чайкин. Это главный герой Another World. Ученый русского происхождения, который что-то крутил свой синхрофазотрон. И докрутился до того, что переместился в параллельные измерения. Ну, внутри, кстати, есть мануал. Очень милый. Нет, это не мануал. Это просто карточка. Ну, в общем, вот, собственно, и все. А флешбек, я, честно говоря, даже не помню, в чем сюжет. Ну, какой-то похожий. Вообще, эти игры, их легко спутать. Они очень похожи по дизайну. То есть там я не силен в разновидности графики. Какая-то растровая графика. То есть руками все рисовали. В общем, прикольно, короче. Если вдруг не видели, посмотрите. Не важно, вы любите современные игры. Или ретро. Это прям вот культовая штука. Хотя бы ознакомиться в энциклопедических целях. Я вам настойчиво рекомендую Another World и флешбек. Еще один звоночек из прошлого. Арканоид Eternal Battle. Давно я не играл в хорошие арканоиды. Вообще, вот, когда я был маленьким, они были очень модные. И даже когда подростком был, я помню, на ПК выходили. Когда ПК стали уже с нормальным звуком, более-менее, с нормальным графоном. Были очень красочные арканоиды. С классным техно, с синтвейвом. С звуковыми эффектами, с видеоэффектами и так далее. Я помню, что гуляла постоянно игра какая-то. И она у всех была шароварной версией. То есть, там было доступно буквально несколько уровней. А за остальные надо было платить. А как это взламывать? Ну, там, в конце 90-х, в начале нулевых, ну, мы понятия не имели. Вот. А сейчас можно поиграть в арканоид во всей своей красе. Здесь куча его разновидностей. Куча всяческих версий. Каких-то, я не знаю, правил игры можно менять. Есть королевская битва Battle Royale на 25 игроков одновременно. Представляете, арканоид 25 бит, гигантское поле. Все летает, все взрывается. Ну, я хрен знаю. Это сомнительное удовольствие. А еще, я помню, на The X-Spectrum была игра, называлась Betty. У моих родственников она была. Мы постоянно приходили в гости, и они в нее играли. Потому что там с аудиокассетой загружаешь игру. Минут пять ждешь, пока вот эти страшные звуки прозвучат. Вот. И в Betty мы играли много. Она была прикольная. Я не знаю, есть ли она здесь или нет. Вот. Но здесь чего только нет. Здесь и ретро-режим есть. И нео-режим. И какой-то королевская какая-то битва. Потом Eternal Battle. Отдельная уже мега-современная игра. Всевозможные версусы, понги и так далее. Давно не выходило хороших арканоидов. Самая первая игра вышла аж в 76-м году. Она была такой вариацией понга. И с тех пор популярность у нее только росла. И вот в последнее время подзабыли. А вот сейчас вспомнили. Арканоиды я обожаю. У них можно залипнуть. Они прикольные, яркие и хорошо убивают время. В хорошем смысле этого слова. Арканоид Eternal Battle. Играть обязательно. Вот такая игрушечка ARMS. Досталась мне бесплатно. Ну, тут на самом деле нечего вскрывать. Нечего показывать. Выходила она... По-моему, она выходила на старте продаж. Вместе с консолью. Досталась она мне бесплатно вместе с консолью. Вот когда товарищ мне продал свитч и сразу там пачку игр. ARMS переводится как руки. Да, но ARMS в то же время и оружие. Здесь мы играем по сети. Это такой файтинг. Деремся друг против друга. И фишка в том, что мы деремся за счет рук. Наши руки могут растягиваться, как в рекламе Мистер Бумер. Да, в 90-х кто такую помнит. В общем, удлиняются наши конечности. И нам нужно длинной конечностью по губам противнику настучать. Я никогда не играл. Но на самом деле сейчас мы смотрим геймплей. Выглядит прикольно. А если посмотреть цифры, то было продано больше двух миллионов экземпляров. И это один из бестселлеров на Nintendo Switch. За это, кстати, я люблю и Switch. Мы там спорим, кто больше чего продал. Overwatch. Или еще какой-нибудь Fortnite, Minecraft. Туды-сюды. А Nintendo ничего не спорит. Она в этом не участвует. Есть какая-нибудь Zelda, которая величайшая игра человечества. И бьет вообще всех их по продажам. Короче, ребят, я не знаю. Это какая-то магия Nintendo. Но я отвлекся. ARMS это трехмерный файтинг. Можно играть вчетвером. Большое количество персонажей. У каждого свои руки. У каждого свои приемы. Свои броски, уклонения. 15 бойцов. Куча всяческого загружающего контента. Ну, в общем, такая вот. Это милая детская боевая игра. С растягивающимися руками. Ну, соответственно, никакого внутреннего осилия. Все очень мило. Все очень по-нинтендовски. ARMS. Astrall Chain. Лютая японщина, в которую я, скорее всего, никогда играть не буду. Хотя отзывы игры мега хвалебные. Это игра от создателя Nier Automata. Ну, она не такая быстрая и безумная, как я понимаю. Но, тем не менее, тоже очень насыщенная. С глубоким сюжетом. С какими-то непонятными сюжетными поворотами. Мы играем за полицейского. Полицейский, значит, в нашем мире, в обычном, ведет расследование. Опрашивает свидетелей. Сопоставляет факты и так далее. Ну, иногда он попадает в параллельный мир. В котором демоны, всякая нечисть. Вот. И там он их уже физически уничтожает. Там уже игра сильно бодрее. Не знаю, что тут еще сказать. Выглядит игра потрясающе, на самом деле. Вот так вот читаешь описание, играть не хочется. А смотришь геймплей, такой, ух ты ж, ничего себе. Вполне себе прикольно. Но я боюсь, что эта игра слишком японская для моей русской души. Что я просто, ну, не смогу залипнуть, как это у них бывает, на 40 часов. Это мне чем-то напомнило персону. Поиграю в персону 3, поиграю в персону 3. Я открыл там геймплей скачать. А полное прохождение игры 49 часов. Я такой йокарный, малахай. Ну, здесь примерно то же самое, на самом деле. Нужно быть школьником, у которого много свободного времени. Ну, или надо очень любить жанр. А я не очень люблю жанр. Хотя, повторюсь, вот глядя на геймплей вместе с вами, Астрал Чейн выглядит крайне привлекательно. Ателье Райза 3. Честно говоря, я не помню, откуда он у меня. В здравом умею, в светлой памяти я бы себе такое не купил. Не потому, что негативно отношусь к играм Ателье. Просто я у них ничего не понимаю. Опять же, это и Польшин, это JRPG. JRPG, упаси сатана. Я такое играть боюсь. Потому что, ну, либо ты это понимаешь, принимаешь и разбираешься в этом. Либо ты просто от этого максимально далек. Я тот человек, который максимально далек. Я знаю, что Ателье это культовая серия. Там манго, анимешки, какие-то фанфики, чего только нету. И несмотря на то, что это Ателье Райза 3, там помимо Ателье Райза есть другие Ателье. Игры выходят аж с 97-го года. Если среди вас есть поклонники жанра, поклонники серии, в частности, ну, я готов услышать ваши комментарии. И, может быть, у меня возникнут предпосылки запустить это, поиграть в прямом эфире. Ну, знаете, как вот неофиту, не обученному. Просто попробовать прикоснуться к прекрасному. Хотя, вот, смотрю, тут девочки в юбочках. Ну, тут бегаем по карте, собираем ресурсы, устраиваем бои. Бои, по-моему, как в Heroes, чем-то похожем в Might and Magic. Вот, прикольно. Ну, гигантская вселенная, сотни игр на самых разных платформах. Ну, Ателье Райза 3 пусть будет в коллекции. Может быть, однажды я ее и расчехлю. Балдерс Гейт 1, Балдерс Гейт 2. Тоже очень я далек от этой серии. Хотя, вижу отзывы на Балдерс Гейт 3, недавно вышедший. Ну, не удержался себе, на PlayStation 5 ее купил. Но там прохождение 100 часов. Ну, ребят, ну это вообще, короче, я не знаю, надо жить. Я в Skyrim в свое время пожил, я так понимаю, это примерно то же самое. Культовая RPG, ну просто наикультейшая. Во вселенной D&D, то есть Dungeons & Dragons, настолько известный. Ребят, я думаю, вы в этом разбираетесь больше. Я купил этот картридж. Ну, во-первых, цена была привлекательная. Во-вторых, ну просто Балдерс Гейт, культовая серия. Вот у тебя есть третья часть, которую ты, кстати, обещал однажды. Это я сейчас сам себе в камеру говорю, да. Я обещал в нее однажды поиграть. Но боюсь, это будет в какой-то глубокой старости. Хотя мне другие говорят, что я до старости не доживу, что я сдохну от ожирения. Но посмотрим, посмотрим. Время покажет. Я пока умирать не собираюсь. Балдерс Гейт 1, Балдерс Гейт 2. Ну вот мы сейчас вместе с вами смотрим геймплей. Выглядит как типичная, на самом деле, РПГшка. Вот. Ну, наверное, она была одной из первых. Поэтому считается культовой. И тут у нас куча рас. Человек, дворф, эльф, гном, полуэльф. Кого только нету. Очень серьезная кастомизация. То есть характеристики персонажа. Че умеет, че не умеет. Мировоззрение, цвет кожи. И все это, я так понимаю, влияет. Тут вплоть до того, что голос вроде как даже влияет на какие-то параметры игры. То есть, ну, как вы будете взаимодействовать с окружающим миром и с персонажами другими. Все это можно комбинировать и так далее. Ну, и важный элемент это исследование гигантского игрового мира. Это то, что фанаты РПГ обожают. То есть, пропадаешь в этой реальности. Тут у меня со Скайримом так было. Я, честно говоря, я просто там залипал. У меня бывшая жена, она тоже жила в Скайриме. Мы даже вообще, я, по-моему, уже рассказывал, мы даже сексом перестали заниматься. Мы просто, как бы там, я приходил с учебы или с работы, привет, привет. А она, ну, в свой Xbox, там, и это... Я ее не видел и не слышал. Вот после этого мы расстались. Но они из-за Скайрима. Эн-причины все же были другие. Может быть, однажды, если я не умру от ожирения, Балдисгейт будет запущен и пройден. Так, ну, теперь покажу сразу несколько позиций. Давайте вот Байонетта 1 плюс Байонетта 2, Байонетта 3. И вот у меня еще вот такое издание, вот, наверное, самое большое издание на свече сегодня. Это вот такая коробища Байонетта 3, которую мы скоро с вами распакуем. Ну, для начала пару слов о самой игре. Я знаю, игру Байонетта у нас любят. Станислав Андреевич, мой друг, говорит, что любят ее преимущественно Барсуки, которые там мастурбируют на Милф Доминатрикс. Ну, то есть, тут у нас главная героиня – это ведьма. С шикарными формами, с роскошными вторичными половыми признаками, в кожаных одеяниях, со сверкающими бедрами, ягодицами, грудью там и так далее. Ну, в общем, то, что мальчикам очень-очень нравится. Ну, она, значит, прыгает, бегает, машет ножками, убивает всевозможных демонов. В чем прикол игры, я так и не понял. Я его проходил на Xbox 360. Это моя первая консоль была Xbox 360. Я играл вообще во все, что там можно было скачать с интернета. Ну, и их консоль была прошита, само собой. Вот. Я помню, надо было еще нарезать болванки, потому что это была не фрибутная консоль. И мне байонеты запомнилась каким-то эпилептическим сумбуром. То есть, все взрывается, что-то яркие цвета, постоянно какие-то драки. Не знаю. Ну, вот я вроде не эпилептик, но я чуть им не стал, мне кажется, когда играл эту игру. Я знаю, японцы любят такие аттракционы. Ну, мне такое, честно говоря, не очень. Ну, коллекция она у меня есть. Пусть будет. Все же какие-то воспоминания хорошие она мне оставила. Вот. Ну, скорее не сама игра, а вот о той эпохе, когда я только прикоснулся к консольному миру. И вообще, в общем-то, по-настоящему прикоснулся к миру видеоигр. Вот так прям осознанно глубоко погрузился. И мне все это очень нравилось. Каждая игра, которая проходила тогда, была шедевром. То есть, там, какой-нибудь Alan Wake, Gears of War. Ты играешь такой, блин, как же все это круто. Ну, конечно, Байонетта произвела гораздо более сдержанное впечатление. Но, тем не менее, не посмею назвать ее плохой игрой. Если вы любите хэк-н-слэш, если вам нравится, когда все быстро, когда все мерцает, какие-то комбы выделывать, ну, вот это все, ну, тогда, наверное, это ваша игра, ваш выбор. Мне бы, конечно, что-нибудь поспокойнее, поатмосфернее, поужаснее. Ну, давайте я сразу покажу тогда вот эту игру. Это Сиреза and the Lost Demon. Это приквел Байонеты, тоже игра Сири Байонеты. Но это не, значит, не хэк-н-слэш. Это экшен-угленчура. Здесь события игры происходят задолго до первой Байонеты. Здесь мы играем за 15-летнюю ведьму по имени Сиреза. Вот, в ее плюшевую игрушку вселяются демоны. И вдвоем они путешествуют по миру довольно красочному. Решают головоломки. То есть здесь и присутствует элемент Метроид Вани, и платформинга, и всего на свете. Ну, выглядит, на самом деле, прикольно. Я, честно скажу, не играл. Вот сейчас вместе с вами смотрю геймплей. Ну, по-моему, очень-очень неплохо. Давайте распаковывать мега-коробище. Я сам не знаю, что там. Я не смотрел. Блин, увесистая пипец. Внутри коробки нас ждет вот такая штука. Блин, тяжелая пипец. Еще одна коробка, в которой сразу мы можем наблюдать. Вот такой вот картридж Байонета 3. Аналогичный тому, что я вам уже показывал. И еще вот такая красочная коробочка. Давайте посмотрим, что там. Так, здесь у нас еще одна свечевая коробка. А, эксклюзивные обложки. Тут у нас Байонета 3, Байонета 2 и Байонета 1. Видимо, все три части игры присутствуют в этом издании. Ну, что ж, хорошо. Буду иметь в виду. Не знаю, играть я, конечно, в такое... Мне не очень хочется. Мне дискомфортно, чисто физиологически. Честно говоря, даже какой-нибудь Devil May Cry, мне кажется, не такой сумбурный, как Байонета. Хотя Devil May Cry пипец какой сумбурный. Но моего мозга и моей реакции хватает, чтобы его победить. А Байонета, я как-то, ну, сложно у меня с ней. Хотя первый я проходил, но это было давно. Так, здесь у нас Art of Bayonetta 3. Пипец, тяжеленный арт-бучек. Арт-бучелло, я бы сказал. Прикольно. Давайте скрываем без жалоства. Фактурная бумага, сразу говорю, очень красивая. Вот эта вот грудастая героиня. У японцев какой-то бзик, что ли, на группе больших размеров, я не знаю. Сами японки, видимо, не грудастые. У них какой-то недостаток женской груди. Ну, подлежами прикольно посмотреть. Тут скетчи, наброски, костюмы. Все, на третье надо. Я тебя вот так немножко поставлю. Вот так. Блин, не помещается на моем столе. У меня скромный рабочий стол. Потрясающе. Очень круто. В общем, это гигантский арт-бук. Ребята, его даже в руках держать тяжело и страшно. Так, ну, в коробке больше ничего нет. Собственно, он и составляет основной вес этого издания. Итак, Bayonetta 3. Вот такая вот штукенция. Горжусь, что она у меня такая есть. Не знаю, у меня на свече не так много гигантских изданий. Хотя будут, будут еще интересные всякие открытия. Ну, думаю, вам понравится. На самом деле, я даже, ну, не исключаю, что вот эту могу продать. Потому что, ну, Bayonetta 3, я как-то вообще холоден к этой франшизе. Но я не думаю, что она дорого стоит. Посмотрим, в общем-то. Может быть, стоит уже со взрослым вот сегодняшним моим восприятием попробовать запустить. Тем более, это уж третья часть. Третью часть я в глаза не видел. Я даже не знаю, как она выглядит, как она играется. Вот, может, там настолько все круто стало, что все недостатки второй части и первой тоже. Как-то они там прикрутились, сделали баланс, и теперь все хорошо. Ну, посмотрим. А пока вот такие у меня есть байонеты. Бентен. Пауэр-трип. Бентен – это гигантская вселенная. Ну, связанная, в первую очередь, с мультфильмом. Помимо мультфильма, там есть и настолки, и комиксы, ну, и, соответственно, видеоигры. Никогда бы про нее не узнал, потому что я не целевая аудитория, уже довольно взрослый был, когда оно все было. Но вот у меня старший сын увлекся франшизой, увидел мультик, ему понравился. Я ему там накачал этих серий побольше. Он прям смотрел, радовался, вдохновлялся. Здесь нам показывают историю мальчика. Он, его сестра и дедушка путешествуют по Америке в домике на колесах. Хотел сказать, в доме без колес. В домике на колесах. И у него есть какие-то инопланетные часы. Уж я не помню, откуда он их стырил. Но с помощью них он может превращаться в разных супергероев, разных монстров. В огненного, в водяного, в резинового. В общем, такой. Разные, короче, у него там вариации. Ну и, соответственно, с помощью этих суперчасов и его превращений он справляется с инопланетной угрозой. То есть там какие-то инопланетяне постоянно хотят Землю захватить. Но наш отважный борец вместе с сестрой и с дедушкой, превращаясь во всевозможных супергероев, отражает эти атаки. Ну, если говорить конкретно про эту игру, то это яркий экшен с видом от третьего лица. Бен и его семья, значит, поехали в Европу. Но то ли пришелец, то какой-то злой волшебник опять все испортил. Какие-то там тайные четыре кристалла откуда-то украл. И эти кристаллы надо вернуть на место, иначе прилетят пришельцы и всем устроят а-та-та. Ну, то есть такой сюжет очень детский и примитивный. Игра очень детская. Выглядит неплохо. Я помню, сын в нее играл. Сказал, что скучная, надоедает быстро. Ну, оно и неудивительно. Оно сделано для фанатов франшизы преимущественно. Ну, а мультик... Знаете, я сначала как скептически отнесся, а потом что-то сел и залип. Ну, оно прикольно. Я вот в своей практически 41 не стал бы, конечно, такое смотреть. Но вот если включить внутреннего ребенка и представить, что в моем детстве был бы вот такой Бентен, я бы охренел. Конечно, это не хуже там всяких черепашек, ниндзи и прочих. Хотя сейчас мне, наверное, не все со мной согласятся, мягко говоря. Но вселенная добротная, вселенная культовая в определенных детских кругах. Пусть оно так и будет. С удовольствием ставлю на полку. Бентен Пауэркю. Бенди энд инк машин. Нечастый гость на физике. Ну, не сказать бы, что очень редкий. В эту игру я играл. Причем это хоррор. Сурвайвл хоррор. Ну, можно сказать, симулятор ходьбы. Хотя не совсем здесь можно сопротивляться. Не другом. Играл не по своей воле. Опять же, через YouTube игра стала очень популярной. Детишки начали говорить мне про Бенди то, Бенди сё. Бенди офигенная игра. Папа, играй в Бенди. Преимущественно младший сын. Лев. И я начал играть в Бенди. Я его прошел. Вы знаете, получил определенное удовольствие от этого. Первое. То, что офигенные дизайны игры. То есть, Бенди это такой персонаж из старых мультиков. Ну, когда мультипликация только набирала обороты. Это начало 20-го века, да. То есть, там, 20-30-е годы. Вот эти черно-белые мультфильмы с дерганой анимацией и так далее. Бенди, значит, как раз такая демоническая девчушка. Ну, собственно, мы играем за художника. Нас приглашает старый друг-мультипликатор. Мы приезжаем на студию. Друга нет. А на студии творятся всяческие сверхъестественные непотребности. Ну, создатель Бенди был настолько одержим своим творением, что... Его персонажи начали оживать. Очень прикольно. Сейчас уже есть вторая часть. Бенди и the Dark Revival она называется. Я в нее начинал играть, но что-то мы забросили. Ну, интерес у детей угас к франшизе, потому что уже когда они выросли. Переросли, да. А я сам вот как-то не знаю. Но можно, на самом деле, пройти на стриме? Почему бы нет? Игра стильная, игра интересная. Не знаю, как она работает на Switch. Я играл на PlayStation 4. На PlayStation 4 она, конечно, плохо работала. Там просадка по частоте кадров. Там вылеты были пару раз. Ну, то есть печально работала. Я надеюсь, на Switch работает лучше. Ну, с учетом того, что это инди-игра. То есть она там не графонистая, не какая-то мега сложная. Да. Ну, такая вот чисто технически очень средняя выглядит. Но берет своим необычным дизайном и содержанием. Bendy and the Ink Machine. Big Brain Academy. На русском языке, причем прикольно. Это игра-головоломка. Игра для тренировки мозгов. На самом деле, входит в серию Brain Age. Brain Age там куча игр для развития своих умственных способностей. То есть там тренировка памяти, сообразительности и так далее. Ну, собственно, здесь мы этим самым и занимаемся. Улучшаем свои умственные способности. Мы решаем задачки, проходим тесты. Можно играть с друзьями. То есть мультиплеер до четырех игроков. Можно в одиночку. Можно онлайн. Короче, куча разных загадок. На математику, на скорость реакции, на память. Чего здесь только нету. Я вот заморачивался, помню, на PS Vita была игра «Умник». Может, кто помнит. Вот это примерно то же самое. Хорошая. На самом деле, надо запустить, попробовать. Тем более на русском языке. То есть можно детишкам своим дать. Пусть развиваются. Очень и очень полезно. Вообще, Nintendo заботится о детях. Я сейчас это... Мне Nintendo не платит. Я говорю вот то, что вижу. Мало где представлено такое количество развивающих семейных детских игр. Ну, Big Brain Academy. Brain vs Brain. Одна из них. Выглядит потрясающе. Играть в нее обязательно надо. Потому что старость не за горами. А Альцгеймера мы не хотим. Надо, чтобы мозг функционировал. Поэтому очень скоро буду играть. Black Sad. Квест. Основанный на испанском каком-то очень популярном комиксе. Причем таком нуарном комиксе про детектива. Но здесь все герои животные. И мы играем за кота. По фамилии Black Sad. Это такой мрачный, суровый, подкачанный детектив котяра, который жрет виски, говорит такими броскими, редкими фразами, низким голосом. Ну, чем-то что-то похожее делали Telltale в свое время. Я очень люблю данный жанр. В эту игру я играл много. Мы расследуем убийство боксера. А, нет. Мы расследуем убийство владельца боксерского клуба. Нас нанимает дочь покойного владельца. И там что-то пропал боксер. Мы начинаем это расследование. И там что-то закручивается. Очень колоритные персонажи, животные. Очень хорошо раскрывается их характер, когда мы на них смотрим. Там всякие бульдоги, петухи. Ну, в общем, кого только нету. Ну, прикольно. Очень стильная, очень милая игра. Жалко, я ее не прошел. Ну, просто как-то, знаете, она неплохая. Ну, вот, ну, не хватило времени, может быть, или забросил в какой-то момент. А повода вернуться не было. Отличнейший квест. Отличнейший сюжет. То есть антураж. Нью-Йорк 50-х годов. Вот эта нуарная атмосфера. Постоянно такой меланхоличный джаз звучащий. Вот эти вот улицы, автомобили, шляпы, пальты и виски. Я уже не по-русски начинаю говорить. Black Set прикольный. Давайте посмотрим, что внутри. У меня какой-то limited edition. Ну, вскроем. Сейчас узнаем, что там такого лимитированного. Так, ну, во-первых, вот. Ну, во-первых, переливающиеся открыточки. Да, Black Set. Вот такой вот котик. Джон Black Set, главный герой. Так, давайте вскроем. Тут, оказывается, еще одна упаковка. Десмонд О'Лири. Джек Астионб. Соня Дан, это наша нанимательница. Вот такая красивая и стильная киска. Ну вот, такие карточки. И, собственно, сама игра, но она... Ну, давайте вскроем. Но мне кажется, она пустая, судя по весу. Да, тут ничего нет. Просто картридж. Я скажу так. Если вы любите квесты, в эту игру играть обязательно. У меня был товарищ. Он давно не играл в видеоигры. Как-то... Ну, вот. Просто уже взрослый. Не то, что я. Херней всякой не занимается. Не играет всякие вот эти ваши дебилки, да? Ну, когда-то он давно очень любил квесты. Типа Full Throttle, там Grim Fandango. И вот он сел играть в Black Set. И прямо говорит, я вернулся в прошлое. Вернулся во времена тех самых игр. Они очень хорошие. Ну, и Black Set, в частности, отличнейший квест. Blasphemous. Первая часть. Ну, сейчас уже есть вторая, да, мы знаем. Но вторую я не играл. В первую я играл очень много. Это очень стильная с художественной точки зрения Metroidvania. Ну, экшн-адвенчура. Наверное, немножко платформер тоже, можно сказать. Я не очень люблю вешать штирлыки, но, в общем, в целом, да. Примерно там. Мы играем за средневекового рыцаря. Ну, то есть, это такой какой-то член ордена какого-то рыцарского, да, священного. Путешествуем по средневековому городу. Уполняем какие-то задачи, открываем проходы. Блин, ну, я не помню сюжет. Я как-то ее забросил в какой-то момент. Ну, как это у меня часто бывает. У меня нет, знаете, такой вот идеи фикс. Раз игру запустил, надо ее пройти. Я как поиграл, получил удовольствие. Если нет внутреннего желания, да, доходить до конца, я могу и забросить. Вот. Но Blasphemous, конечно, стоит пройти, стоит к ней вернуться. Тем более, есть вторая часть, которая выглядит так же, как и первая. Я не знаю, насколько они там по содержанию отличаются. Блин, ну, Blasphemous это очень круто, ребята. Вот вы сейчас видите геймплей, и вы, наверное, понимаете, да, о чем я. Вот просто та рисовка, тот стиль, который просто привлекает в себе внимание. Невозможно оторваться. Настолько вот потрясающе выглядит игра. Отличнейший экшен-платформер Metroidvania. Но обратите внимание, у нас тут написано Deluxe Edition. Я чувствую, что внутри что-то есть. Давайте мы вскроем и посмотрим, что же там лежит. Нас сразу встречает код на скачивание каких-то мега-ништяков. Наклейки с символами, персонажами и объектами из игры. И вот такая вот Кустодия, да. Это город средневековый, по которому мы ходим. Кастаурия. Сейчас вспомнил. Прикольно, блин. Стильненько, похоже на обложку какого-нибудь Black Metal. Альбома вполне бы сошло. Ну, а здесь как бы уже смотреть нечего. Просто игра. Если не играли Blasphemous и увлекаетесь видеоиграми в целом. Все, играть надо обязательно. Игрушка офигительная. Одна из лучших по дизайну. Если меня спросить, вот игра, дизайн которой тебя поразил. Пожалуй, Blasphemous будет в списке совершенно точно. Bloodstained. Ritual of the Night. Хорошая игра от создателя Кастальвании. Symphony of the Night. Метроид Ваня. В абсолютно таком магическо-японском стиле. Мы играем за девочку по имени Мириам. Симпатичная. В короткой юбке. Бегает. Нас, значит, захватывают какие-то сумасшедшие зловещие алхимики, которые проводят над нами магические эксперименты. Мириам впадает в кому, но возвращается через много-много лет. И возвращается со сверхспособностями, с желанием разобраться, что с ней случилось, тому, что у нее в низе. Ну, и заодно нападать мерзким алхимикам по их алхимическим жопам. Короче, вот как-то так. Игра выглядит очень стильно. Я играл в нее на PlayStation 4. Я помню, жил у родителей какое-то время. А, когда ковид был. Вот точно. Я что-то сел в нее играть. Залип на пару часов. Но потом забросил, потому что что-то меня отвлекло. Какая-то другая игра. Ох, так много игр выходит. Вот во все поиграть просто не успеваешь. А очень-очень хочется. Вот бы больше силы, больше часов в сутках. Да, вообще, конечно. Я бы столько вам контента, ребят, фигачил. Но, к сожалению, не имеем, что имеем. Игра. Тут написано Коджи и Гараши. Ну, это вот как раз чувак, ответственный за кастревание Symphony of the Night. Стильная, красивая, яркая. Любителям Метроид Вани играть обязательно. Экшн-адвенчура, Метроид Вани, пазл, 3D-платформер. Короче, много всего вместе. Blue Fire. Говорят, это такая специфическая помесь Hollow Knight. И Legend of Zelda. И все это в одном флаконе. Ну, лично я вижу такой Метроид Вани Dungeon Crawler. Ходим, решаем головоломки. Пространственные пазлы. Находим пути из точки А в точку Б. Где точка А это вход в локацию. А точка Б это босс. Ну и, соответственно, выход после него. Куча врагов. Различных препятствий. Некоторые задачи надо будет проходить на время. Головоломки, загадки. Вот. Мы их решаем. Открываем доступ к какому-нибудь рычагу. Открываем ворота. Появляется новая локация. Ну и так далее. На самом деле довольно типичная штука. Ну а оценки у игры хорошие. Люди хвалят. Любителям Метроид Вани и платформеров и Dungeon Crawler. Настоятельно рекомендуют в него поиграть. Может быть, я однажды это сделаю. Blue Fire. Borderlands Legendary Collection. Тут три части. Первая, вторая и Borderlands Pre-Sequel. Borderlands 3 здесь нет. Я играл только во вторую часть. И играл на самой неудобной платформе для этого. На PlayStation Vita. Ну просто тогда я очень много работал. На работу нельзя было приносить с собой ничего, кроме телефонов. Ну и PlayStation Vita разрешали. То есть ноутбук, чтобы пронести. Это там какие-то заявления надо было писать и так далее. Вот. Там строгий режимный объект. Borderlands 2 я поиграл очень много на PlayStation Vita. Там она, конечно, идет с частотой 15 кадров в секунду. Это если повезет. Ну на самом деле не все так плохо. Она там идет по-разному. Ну притормаживает, да. Она выжимала из бедной портативки, по-моему, максимум. Но тем не менее играть можно было. Двигаться по сюжету тоже. Это хороший такой 3D-экшн RPG. Кстати, готовится фильм. Уже постеры везде развесили. И фанаты франшизы в ожидании прям. Я знаю, что есть еще от Telltale Game игра по вселенной. Обязательно в нее поиграют. Потому что я играю во все игры от Telltale. И мне они очень-очень нравятся. Вот. Блин. Куча юмора. Куча очень ярких, колоритных персонажей. А сюжет, помню, смутно. Помню, что какие-то колонисты поехали завоевывать планету, добывать там ресурсы. Ну ресурсов там не оказалось. Соответственно, колонистов постигла какая-то печальная экономическая обстановка. Вырос уровень преступности. Они начали друг друга убивать, грабить. Ну и там появилась какая-то легенда о сокровище. И, в общем-то, надо это сокровище искать. Насколько я помню, ребят. Borderlands 2 я играл очень-очень давно. По-моему, уже лет 10 прошло. Может, чуть меньше. Ну где-то так примерно. Игра красочная, яркая. Я не знаю, есть ли здесь русский язык. Вообще выходила ли она официально на русском языке. Но если вы с инглишем дружите, то будете много смеяться. Потому что шуток юмора достаточно в игре. Ну и вообще она привлекательная во всех смыслах. Если вам понравилась Outer Worlds. Вот есть такая игра. Это похоже, но чуть более в сторону юмора. И с более такой мультяшной графикой. Хорошая. Borderlands всем советую. Bramble The Mountain King. На эту игру я делал полноценный обзор. Один из первых роликов на моем YouTube-канале. Вот. Ну, теперь вы можете его посмотреть. Можете на Рутюбе посмотреть. Я его сюда перезалил. Игра, конечно, производит сильнейшее впечатление для любителей хоррора. Для любителей всевозможных лимбо. Inside Little Nightmares. Это вообще must have. Это просто надо поиграть. Если вам понравился Little Nightmares и вы не играли в Bramble. Все. Выключайте мой ролик. Идите играть в Bramble. Bramble прекрасен. Он основан на скандинавской мифологии. Вот. Мы тут играем за мальчика, который ищет свою сестру. Мальчик сбегает из дома. Волшебный лес. Встречается с гномами, с троллями. Ну, короче, совсем бестиарием. Свойственным скандинавской мифологии. Вот. Очень много разных механик. Прикольные головоломки. Есть страшные моменты. Причем игра построена на контрасте. Есть такие вот милые там ежики. Какие-то гномики. Ты вот ходишь там все ми-ми-ми. У меня сын старший пришел. А по-моему, папа, а что играешь? А я играю в Bramble. Такой, о, блин, как красиво. 10 минут игры. Все в кровище. Все в кишках, в мозгах. Гигантский тролль там жрет каких-нибудь маленьких хоббитов. Ну, короче, вот это все. Это хоррор. Довольно жесткий. Очень классные моменты с зомбями. Когда там по стелсу надо играть. И камера фиксированная. Как в классических играх жанра. Блин. Очень радостная. Очень. Блин, нет. Радостная. Не самое лучшее слово. Просто она яркая. Несмотря на то, что она мрачная. Она при этом яркая. Очень эмоциональная. А битва с финальным боссом. Это вообще мое почтение. Там играет пещера горного короля. Эдварда Грига. Ну, она с каким-то... С какой-то специфической обработкой. То есть там постоянно темп ускоряется. И на сильную долю постоянно какая-то электронная бочка. И этот гигантский, значит, главный босс там под ритом двигается. А еще я помню страшную бабку. Которая разные иллюзии делает. В общем, ребят, я не буду повторяться. Брэмбл офигительная игра. Я прям вот настойчиво рекомендую всем. Даже если вы не очень любите вот эти все лимбы, инсайды, литл найтмарсы. Блин, она все очень крутая, красивая, странная, привлекательная. Обожаю ее. Broken Age. Квест от Тима Шафера. На этом можно заканчивать описание игры. Очень прикольная игрушка. Милотли Метатран оказывается. Я думал, Broken Age не представляет какой-то коллекционной ценности. Ну да ладно. Игра хорошая. Ну, как это у меня водится. Играл и в какой-то момент забросил. Ну, здесь мы играем... Ну, у нас здесь два персонажа. Мальчик и девочка. Значит, девочка там борется за выживание на планете. А мальчик летит в космическом корабле. Вот. Игра состоит из двух больших эпизодов. Они, насколько я знаю, выходили отдельно. И, ну, друг за другом, да, в итоге. Мальчик с девочкой встречается. Но для этого надо решить кучу загадок. Кучу головоломок интересных. Очень классный сюжет. Ну, Тим Шейфер это, я не знаю, ну, психодавты, например. То есть, ну, так вот, ну, немножко шизненько. Но очень интересное и очень глубокое по содержанию. Опять же, любителям квеста играть обязательно. Это вот прям по всем канонам. Ну, плюс еще со спецификой, скажем так, автора и его мировоззрением. Очень хорошая игра. Очень умная, стильная, смешная, интересная. Классно. Ну, то есть, можно даже не заморачиваться там с подсказками в интернете, да. Потому что я бы не сказал, что здесь какая-то серьезная квест-составляющая. Даже прям какой-то челлендж. Но вот сама история довольно прикольная. Советую. Broken Age. Bugs Snacks. Или как мой старший сын их называет, джуканямки. Тоже в среде детей очень популярная штука. Мега-блогеры такие, как Витек. Ну, например, Витек Плей. Да, я знаю весь канал. Я не смотрю. Но дети у меня просто в восторге. Это парень. Мой ровесник. Может, помладше. Играет вот во всевозможные бенди, амонгусы и прочее. Но он не ругается матом, что характерно. Что очень редко. Для подобных персонажей. Ну, и очень грамотно играет. И рассказывает вообще про суть игры. Вот. Здесь мы... Такой симулятор фермы. Ну, и немножко экшона. Играем от первого лица. Наша задача собирать разных жуков. Открывать новые виды. Изучать их повадки. Ну, соответственно, изучая повадки, мы понимаем, как их ловить. Каким образом. И так далее. Наверное, это больше адвенчура от первого лица. Вот так, наверное, правильнее выразиться. Вот так, наверное, правильнее обозначить жанр игры. Короче, жука-нямки. Баг снэкс. Очень прикольные. Все жуки издают специфические звуки. Вот. Мы оказываемся на локации. Нужно поймать разное количество разных жуков. В итоге мы запоминаем их еще и по звучанию. Они говорят странные разные слова. И вот. И мы слышим где-то. Ага. Где-то там справа-сверху. Пойдем туда. Сходим сюда. Сходим. Ну, соответственно, решаем головоломки. Выполняем квесты. Квесты нам раздают самые разные колоритные NPC. Я сам не играл. Видел, как играет старший сын. Ему очень-очень бак снэкс нравились. Обязательно поиграйте. Обязательно подарите. Покажите детям. Жука-нямки прикольные. Ну, что ж, друзья. Это первая часть обзора моей коллекции. Две буквы мы прошлись. Но, на самом деле, по времени-то получилось очень даже немало. Я старался быть кратким и лаконичным. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что-то вы для себя нашли. Может быть, что-то захотели приобрести. И во что-то захотелось поиграть. Кто знает. Если так, то, значит, моя миссия выполнена. Подписывайтесь ко мне на Рутюб. Нам сейчас важно сделать безопасный переход с умирающего Ютюба на пока еще живой и здравый Рутюб. Я не знаю, получится ли у нас сделать это безболезненно, без потерь. Но я рассчитываю на вашу поддержку. Контент мне нравится делать. Нравится для вас стараться показывать игры, фильмы. Про музыку с вами нравится разговаривать. Книжки читать на стримах. Блин, ну вы вообще классные. Я очень горжусь своими подписчиками. У нас тут мудаков нет. У нас почти все хорошие. Кого-то я знаю лично, кого-то знаю близко. Но не лично, в общем, ребята, вы молодцы. Буду для вас делать больше интересных видео. С вами был Григорий Комов. Не скучайте, скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok